Декабрь. Самая жаркая пора в работе Верховного Совета. Напряженные дискуссии о бюджете, казалось, не раз заходили в тупик. Вероятность повторения прошлогоднего сценария была велика. Тогда ветвям власти договориться так и не удалось. Достаточно длительное время продолжались споры о бюджете на долгосрочную перспективу 14, 15 и 16 годы. Позиции, высказанные президентом при рассмотрении закона, неоднократно Верховном Совете находили недопонимание с депутатами Верховного Совета по отдельным поправкам, которые были представлены в ходе рассмотрения закона ко второму чтению. Несмотря на то, что была высказана отрицательная позиция правительства, отрицательная позиция представителя президента Верховного Совета, несмотря на это, все-таки поправки большинством голосов были приняты. По мнению президента, принятие таких поправок является незаконным, и они в сути искажают саму суть бюджетного процесса. Парламенту и правительству удалось найти компромисс. 27 декабря президент подписал закон о бюджете на три года. Но на некоторые поправки парламентария в глава государства наложил вето. Любые поправки, которые вносятся, особенно финансовый закон, они должны иметь под собой какое-то экономическое обоснование и прогнозы последствий его принятия. К примеру, одна из витируемых статей говорит о том, что 25% прибыли государственных и муниципальных университетных предприятий должна направляться в бюджет. При этом каких-либо последствий принятия такой поправки представлено не было. Большая часть поправок, отправленных на повторное рассмотрение, по мнению президента, ограничивает полномочия правительства. Ведь разделение полномочий в бюджетном процессе основано на принципе разграничения компетенции. Иными словами, составлять и исполнять бюджет должны исполнительные органы власти. А задача Верховного Совета – это рассмотрение, утверждение и контроль за исполнением главного финансового документа. При этом свои полномочия в ветве власти осуществляют самостоятельно, поясняется в распоряжении президента со ссылкой на постановление Конституционного суда Приднестровья. Верховный Совет, по мнению президента, исходя из системы организации властей, может лишь одобрить или не одобрить те или иные предложения правительства. В то же время внесение законодателям поправок, не основанных на конкретных расчетах, рассматривается президентом, как превышение Верховным Советом полномочий в сфере бюджетного процесса. В одной из поправок правительству предложено предоставлять на рассмотрение и утверждение Верховному Совету отдельной программы. В частности, речь идет и о программе формирования расходования средств дорожного фонда, экологического фонда, программы капитальных вложений, программы сметы расходов фонда развития науки и инноваций. То есть в данной части нарушается предоставленная конституционная полномочия законному правительству правительству утверждать краткосрочные программы. То есть в соответствии с Конституцией Верховный Совет утверждает долгосрочные программы. Большую дискуссию вызвала инициатива о погашении задолженности государства автоперевозчикам за льготный проезд граждан. Депутаты предложили выделить на эти цели 8 миллионов рублей. Президент предлагает погашать пока только текущую задолженность, чтобы она не становилась больше. Считаем невозможным в текущем финансовом году, в 2014 году, финансирование исторически сложившейся задолженности, поскольку сумма 8 миллионов не является той необходимой суммой, которая полностью избавит нас от задолженности перед перевозчиками. Более того, помимо задолженности перед перевозчиками, у государства имеется большая задолженность перед организациями, оказывающие коммунальные услуги, которые таким же образом предоставляют льгот, и вместе с тем задолженность перед этими организациями растет. Почему 8 миллионов рублей, а не 10 или 12? По словам представителя президента в Верховном Совете, предложенная депутатами сумма ничем не была обоснована. Впрочем, веских оснований не было представлено парламентариями и в рамках другой поправки. Когда 2 миллиона рублей, предназначенных для финансирования государственной телерадиокомпании, перенаправлялись на целевую программу «Учебник». В то же время, в правительстве говорят, сумма значительно превышает потребности данной программы. В частности, на 2014 год программа «Учебник» была утверждена в сумме 1 миллион 300. Из этой суммы в бюджете заложено около 700 тысяч рублей. Таким образом, для обеспечения в полном объеме программы «Учебник» необходимо свыше уже предусмотренных и предложенных правительством 500 тысяч. Соответственно, полтора миллиона выходит уже за пределы самоутвержденной программы. И на эти полтора миллиона нет нерасписанных никаких расходов. В то же время, на программу ремонта и реконструкции сельских домов культуры депутаты предложили выделить из бюджета 5 миллионов рублей. Чем была обоснована эта сумма для членов правительства также осталась загадкой. По расчетам Минфина ее хватит на реконструкцию одного, максимум двух объектов. То есть это уже не программа. Программа – это план мероприятий по реконструкции, если, к примеру, говорить о реконструкции домов культуры, то реконструкция домов по территории всей республики должна быть расписана на несколько лет, распределена по районам, по конкретным объектам. В данном случае нет ни конкретных объектов, ни проектно-сметной документации, никаких подтверждающих документов, что именно эта сумма нужна на определенный объект. Экономически необоснованные поправки, по мнению главы государства, ставят под угрозу финансовый баланс, предлагаемый правительством. Кроме того, обременяют бюджет дополнительными расходами. Сегодня государство не способно собственными ресурсами обеспечить в полной мере выплаты даже по социально защищенным статьям. Признание каких-либо расходов неизбежно влечет за собой поиск дополнительных источников доходов. Это догма, которую необходимо соблюдать всем участникам бюджетного процесса. Как дальше будет развиваться ситуация, станет ясно после новогодних каникул. На работу депутаты выйдут уже на следующей неделе. Станислав Стоянов, Николай Беркеншток, проект «Точка отчета». Редактор субтитров А.Семкин